В Старице отметили день первого русского патриарха, святителя Иова, который празднуется ежегодно 2 июля. На этот раз к торжествам приурочили еще и награждение выпускников всех школ агломерации. Причем ребят поздравили первые лица области муниципалитета, а также председатель Совета Фонда Возрождения Успенского монастыря Виктор Христенко. Вроде бы еще недавно Дарья Тяпкина стояла здесь же 1 сентября в монастырском дворе. Тогда тут впервые прошла церемония на путстве старецких первоклассников. И вот эти 11 лет стремительно пронеслись. И остается только вспоминать школьные годы чудесные. Одноклассники всегда рядом были, компания веселая, учителя очень приятные были, преподавали свой предмет интересно. Теперь Дарья в последний раз стоит в классном строю. На этот раз на церемонии на путстве во взрослую жизнь, которую решили не просто так провести 2 июля, в день памяти святителя Иова, первого русского патриарха. Ведь тогда, в первой половине 16 века, именно здесь прошли детские годы будущего предстоятеля, пока еще носившего имя Иван. Известно, что мальчик Ваня, а затем и отрых, затем и юноша образование получал здесь, в школе при Старицком монастыре. А известно, что в средние века именно при монастырях давали хорошее качественное образование. Ну и неудивительно, что награждение выпускников Старицы и Старицкого района решили провести здесь, именно в этой обители. Логично, что имя патриарха Иова не раз звучало и уже в ходе самой торжественной церемонии. Митрополит Тверской и Кашинский Амбросий особо подчеркнул символичность того, что взрослая жизнь этих ребят начинается именно отсюда. Помня о том, что в самом начале взрослой жизни, здесь, на этом месте, вас благословил никто иной, как святитель Иов, первый патриарх московский и всея России, человек, у которого нужно учиться. Традиционным госем праздников, проходящих в Успенском монастыре, является Виктор Христенко. Его пожелания, политика федерального уровня с огромным жизненным опытом, было особенно важно услышать старецким выпускникам. Я хочу вам пожелать на этом пути, на новом отрезке вашей жизни, живите с интересом, с широко открытыми глазами, с открытой душой, помните о своей малой родине и удачи вам, конечно. Всего слова на пустые выслушали 57 учеников, представляющих 12 школ старецкой агломерации. 8 из них стали медалистами. При этом все ребята в этот день получили по еще одной медали, на память. Глава региона отметил, что такие церемонии станут регулярными. Сегодня закладывается новая традиция, это уже выпускники получают путевку в жизнь. И я хотел бы вам пожелать, чтобы ваши знания, которые вы получили, ваше формирование, которое прошло на старецкой земле, помогали вам идти по жизни с высоко поднятой головой. Таким образом, отныне на древних плитах Успенского монастыря как минимум два раза в год будут проходить торжественные мероприятия с участием школьников. А значит, еще больше вырастет значение обители, как не только духовного, но и общественного центра старецкой земли.